Составьте из цифр магический квадрат, то есть разместите их в таблице 3 на 3, чтобы суммы чисел по строчкам, столбцам и по двум диагоналям были одинаковые. Я решила. Да, а как? В середине стоит цифра 5. Да. Ну и дальше картинка. Так, давайте разбираться, а почему других вариантов нет? Или, может быть, есть другие варианты? Вот у вас там есть картинка, она действительно правильная. Почему нет других вариантов? Как доказать, что на самом деле ситуация единственная? Единственная? Ну это не имеется в виду, что можно получить поворотом. Конечно, поворотом или симметрией. То есть, в принципе, вы можете, конечно, из одной ситуации получить еще несколько. Кстати, сколько квадрат можно поворачивать и переворачивать? Сколько вообще движений у квадрата? Четыре. Ну, правда. Четыре – это поворота. Такая ситуация на 90 градусов, на 180 и на 270. А кроме этих четырех есть еще что? Еще отражение. Еще две. Еще две. Две? Уверена, что две. Отражение относительно вертикальной оси, относительно горизонтальной оси. Еще что забыли? Нужно и по диагонали. По диагонали. И еще что забыли? И только по диагонали. Всего сколько? Еще четыре. Сколько всего из квадрата? Вот у вас взяли квадратик, и его разрешено поворачивать и переворачивать. Но при этом он должен занять свою форму. Восемь, конечно. Молодец. Молодец. Так, а как это можно было легко понять? Смотрите, вот у нас есть квадрат. Возьмем какую-нибудь его вершину. Ну, не знаю, например, левую верхнюю. Взяли? Левая верхняя вершина. Она у квадрата единственная? Да. Понимаете, что она может перейти в любую из четырех? Да. Четыре варианта. После того, как она перешла, что можно сделать? Другую. Либо квадрат переворачивать, либо не переворачивать. То есть после того, как у вас левая верхняя вершина заняла какое-то положение, после этого соседняя с ней вершина перейдет в одну из двух соседей. А уже после этого варианты, ну, уже все. Уже все жестко поднимает. Значит, восемь вариантов. То есть, в принципе, на свете, из-за того, что Юля придумала одну картинку, на самом деле восемь. Отлично. Это, конечно, отлично. Но есть еще или нет? Я утверждаю, что нет. Я умею это доказывать. А вы? А, имеется в виду, что сумма в строчке пятнадцать? Конечно, сорок пять делить на три, да? И по диаграмме тоже. Ну, конечно, все эти суммы пятнадцать, да? И Коля прав, что для того, чтобы это доказать, то есть это не то, что у Юли так получилось, а это всегда так будет. Потому что мы складываем все числа, и эту сумму можно получить, складывая просто по трем строчкам. Все числа это от одного до девяти сорок пять, значит, пятнадцать, да. Сорок пять делить на три, пятнадцать. Дальше. Дальше остается, почему пять будет в центре. Да, вот если бы мы знали, что в центре именно пять, то это, конечно, облегчило бы нам работу. Потому что со стынем тройки подложилось. Ммм, все проще. Подложилось. Все гораздо проще. Да, смешно. Девятка должна быть с достаточно маленьким числом. Это тоже способ решать задачу, но на самом деле, ну, с пятерки проще начинать, честное слово. Ну, что там, сумма пятнадцать, вычли пять. Сколько способов построить десять? Один плюс девять, два плюс восемь. Два плюс восемь. Семь плюс три. Четыре плюс шесть. Я не понял, а вдруг в центре не пятерка? А тогда как же я получу? Тогда получается четыре способа построить. То есть, если мы выбрасываем какую-нибудь другую цифру, то способы построить у нас будет другое количество. Ну, то есть, вы предлагаете мне перебрать быстренько восемь вариантов. Да. Если мы выбрасываем единицу, то должны получиться суммы равны четырнадцати. А как получить четырнадцать? Вообще особо не получишь, да? Трудное дело получить четырнадцать. Девять плюс пять. Девять плюс пять, да. Восемь плюс четыре. Восемь плюс четыре. Восемь плюс четыре, это правда не четырнадцать. Восемь плюс шесть. Восемь плюс шесть. Вообще-то все. Девять плюс пять, восемь плюс шесть. И все, два варианта. а нам нужно на самом деле вот такой вертикально так и по двум диагоналям да мы получили два варианта нужно 4 все единицы не годится ну ребята вообще конечно это скучное дело для двойки сумма должна равняться 13 а вот не надо довести до конца скучно пожалуйста ради вас если для двойки тройка дальше остается сумма двенадцать это девять плюс три восемь плюс четыре тройка мы уже убрали девять плюс три не бывает а да не бывает хорошо восемь плюс четыре семь плюс пять четырех не годится четверка какая пятерка четверка а девять плюс два восемь плюс три семь плюс четыре нельзя шесть плюс пять три варианта а она не упакует пять а девять не надо пять как раз перебирать не надо пять это правильный вариант а когда ты что-то доказываешь что правильный вариант не надо как говорить мы его на потом скажем мы пройдем все варианты и потом скажем а вот пять шесть шесть это остается девять ну мы ее не можем не упакать то что у нас уже есть цифра такая девять а если мы бы оставим вот но она где-нибудь в любой какой-то клетке подставится и все дальше смотреть не надо это слишком большие цифры вы могли понять вот такую вещь когда у вас есть числа от одного до девяти то можно сделать такую операцию как симметрия относительно пятерки это известная вещь вот у вас выписано один два три четыре пять девять вы можете взять и все эти числа то есть вместо единицы везде написать девять вместо двойки написать везде восемь понятно понятно симметрично отразить то есть вместо числа x писать 10 минус x тогда абсолютно ясно что у вас произойдет у вас там где была сумма x плюс y плюс z у вас станет сумма 10 минус x плюс 10 минус y плюс 10 то есть 30 минус x плюс y плюс z если x плюс x плюс z было 15 значит у вас здесь будет 30 минус 15 опять 15 то есть вот эта идея симметрии она на самом деле могла позволить вам половину вариантов не разбирать 6 7 8 и 9 вы могли не разбирать насчет симметрии поняли поняли отлично ну ребята значит полный перебором мы разобрали действительно но можно было еще легче может быть сообразить как без перебор ну да тоже вариант поставить пятерку в другое место и смотреть разные варианты на самом деле по совести есть два положения пятерки в углу и не в углу можно это тоже способ ребята но и на самом деле вы забыли один простой способ вот смотрите вот есть вот вот есть квадрат берем вертикаль сумма должна равняться 15 пусть в центре стоит x тогда сумма на вертикали 15 минус x вот эти вот учись x в центре а вот эти два дают в сумме 15 минус отлично а эти два который слева справа тоже 15 а по диагонали а по другой диагонали замечательно а вот теперь внимание когда я беру эти два эти два эти два это все вместе получается 8 чисел кроме центра то есть смотрите 15 минус x 15 минус x 15 минус x 15 минус x это четыре раза это на самом деле это 45 минус x и у нас получается уравнение 60 минус 4х 60 минус 4х 60 минус 4х 45 минус x запишите быстро к спеет уравнение 60 минус 4х 60 минус 4х 60 минус 4х равняется равняется чему? 45 минус x потому что сумма всех чисел 9 это 45 центральный убираем получается 45 минус x вы его можете решить? 60 минус 4х равняется 15 минус x я должен решить как? перекидываем все x в одну сторону да 4x x равно 5 x равно 5 конечно 4x переносим направо получается там 4x минус x это 3x а 45 переносим налево получается 15 15 15 равно 3x x равен 5 все значит в центре стоит 5 5 отлично ну дальше что будем делать? после того как знаем что в центре а дальше мы читаем из 15 5 получается 10 а у нас нет все такие суммы равны 10 это понятно и у нас как раз их вариантов ровно сколько надо 4 штуки это понятно ну и потом просто? ну по нужным нет ну опять тут можно перебор довольно сильно укрестить потом девятка будет на краю там она не будет в углу почему? в углу она получается 3 она 3 суммы в 3 суммы а так только в 2 а так только в 2 большое число надо поменьше чтобы она то есть если девятка в углу то чтобы получить 15 чтобы получить 15 какие варианты? 9 5 1 это будет по диагонали? да а еще что бывает? 9 4 2 9 4 2 это будет по стороне 9 3 3 а на другую сторону ничего не остается потому что 9 3 3 не бывает 3 3 нельзя повторять поэтому 9 не могу значит 9 на стороне да все 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 нет секунду 9 на стороне значит 1 2 стороне 9 будет над пятеркой да конечно и так пятерка в центре 9 над ней значит под пятеркой что? все мы уже знаем центральный столбец да мы уже знаем центральный столбец 9 5 1 восьмерка? почему не может быть восьмерка в углу? подождите когда это получается мы помним что подождите сейчас давайте узнаем первую строчку верхнюю нет а как ты ее узнаешь? надо еще одну сумму с девяткой молодец с девяткой у нас оставалось кроме 9 5 1 4 и 2 ну с точностью до симметрии квадрата можно считать что двойка слева вверху а четверка справа и тогда все тогда мы знаем по диагонали 2 5 8 а в том углу шестерка а здесь 3 будет иногда между сколько там здесь 4 5 6 4 5 6 будет 3 ну и все и дальше заполняется решили молодцы